Всем привет! Это Супер Мефой. Начинаю, когда я нажму старт гейм. Три, два, один. Какой мэш. Раннера зовут Хосок и помогать ему комментировать буду я, Реналь. Супер Мегуа это довольно хорошая платформер, даже можно сказать отлично. Мне очень сильно нравится. В нем очень хорошо сочетается то, что он довольно быстрый и довольно сложный. То есть, хочет в него играть. Как бы он прощает тебе многие ошибки, но при этом на некоторых уровнях приходится посидеть. Так, кстати, возможно, вы уже пропустили первый глич. Я понимаю, что гличеры не знают, как выглядят ключи в этой игре. Их практически нет, но первый глич это использование автоматического прыжка. То есть, если вы зажимаете звеню в этой игре, то Медвой начинает автоматически прыгать. И как только он касается... Как только Медвой касается какой-то поверхности, он... Отпрыгивает от этой поверхности сразу же и... И любит дальше. В принципе, мы уже завершаем первую лову и переходим к ОСу. Всего здесь получается 6 глав. И... Да, 6 глав. И... После окончания каждой главы нужно еще пройти босса. Ну, боссы здесь довольно простые. То есть, они... Их просто нужно выучить. Ну, всех кроме, наверное, 5. Потому что там элемент рандом используется. С ним. Тебя просят потише играть в каком же... Ну, у меня вроде бы... Да, у меня уже на все на минимальных. Ну, тогда просто мускул. Как бы... Я больше не могу и так даже в микше стоит уже на минимальных. Да, еще одна механика, которая используется для any% рана... На... Это скипы уровней. То есть, для того, чтобы закончить мир... В any% не надо проходить 120 уровней мира. Нужно пройти лишь 17 уровней. Поэтому в any% бегаются только самые быстрые уровни. Да. Как мы на первом пропустили. Один там уровень. И два последних. Ай. Не получилось здесь. Здесь как бы можно... На этот вентилятор не запрыгивать, а... Он... Право есть там. Зацепиться за него и... Залезть. Так. Здесь мы пропускаем. Спрыгиваем. Сюда. Оп. В принципе, во втором мире не используется. Глич с менюшкой. Просто только... Проходим. На мышечную память и все. То есть... Ну, фактически на этом построена вся игра. То есть... Просто запоминание, как... Делать. Ну, идем. Пока хорошо. Уп. С этим уровнем необычная проблема. Я попадаю в шприцы. Ну, особенность мид боя в том, что у него, во-первых, игроку очень хорошо сохраняется инерция. То есть... У него не стопроцентный контроль в воздухе. То есть игроку надо чуть-чуть как бы заранее понимать, когда он прыгает. Что от него требуется, чтобы пролететь туда, куда ему нужно. И помимо этого, у него сохраняется и на полу. То есть, когда он приземляется, для того, чтобы остановиться, он, ну, не прям моментально все делает. Игру ранят на OG-версии. То есть, недавно, ну, буквально где-то полгода назад, разработчики супер мид боя выпустили... Выпустили новый патч для ПК-версии. И этот патч... Они завезли музыку с консольных версий, добавили какие-то улучшения, но поломали спидран. И после этого, они в этой версии добавили... спидран-версию, которая... Ну, старый патч просто добавили. И можно через Steam прямо выбрать старую... старую версию игры. И играть на старой версии. Которая... Новая версия. Не работает глич с минимумом. Поэтому там... Ну и там еще. Ну и там еще. Ну, в основном, да. Просто глич с прыжком автоматическим, который через меню делается, он позволяет ближе к концу игры скипать довольно большие уровни, которые по-другому... Ну, тяжело проходить просто. А за счет прыжка их можно скинуть. Без этого прыжка там просто очень много времени будет теряться. Переходим на завод. Третий. Третья голова. Вот здесь сейчас начнется в самом конце. Будет... Ну, один из наиболее таких больших скипов. Который как раз я делаю через Escape. Через автопрыжок. Тот и делаю без автопрыжка. Ну, это уже как? Как получается? Вот этот уровень довольно... Такие противные, но мне не нравится. Получилось почти криво. В принципе, можно рассказать еще про другие категории. То есть, есть еще категория Дарк Эдинг. Это прохождение темного мира. Темный мир это те же самые уровни, только они немножко... Ну, они сложнее, чем стандартные уровни. И, в общем, задача категории Дарк Эдинг это пройти финального босса в темном мире. Также есть еще категория 66%. Ну, это полное прохождение игры, как понятно. И категория с гличами. Есть такой глич в игре, когда ты можешь фактически пропустить все главы и сразу у тебя откроется последняя шестая глава. И также там еще используется скип для прохождения сквозь систему. Ну, вот это... Да. Вромгварп это категория, в которой не лочится фпс. И, соответственно, за счет того, что там 1000 фпс, игра позволяет клипаться сквозь стены и, собственно, скипнуть, ну, по сути, всю игру. Обычно, вообще, мидбой такая игра, которая очень зависима от фреймрейта. То есть, если у вас даже дропается там до 50-ти, из-за этого могут быть проблемы, потому что у вас может просто input не засчитаться, а здесь, ну, каждый фрейм буквально на счету. Поэтому многие раннеры, у которых даже достаточно, ну, хорошие компьютеры, и которые, по идее, не должны испытывать вообще никаких проблем с этой игрой, они все равно выставляют минимальную... Минимальную графику для того, чтобы фреймрейт вообще, ну, не колебался, и был всегда стабильным на 60. Так, довольно вот тут тоже потемнурно, здесь я не могу упасть с тебя. Ну и все. И теперь сам скип довольно большой. Я его делал, в принципе, он как-то у меня рандомно получается, я... Да блин. Наверное, получится интересно. Да блин. В общем... Да, это знаменитый брауни скип. Да, он у меня делается рандомно. Ну как, я понимаю, как он работает, но почему-то он у меня обычно не получается, и обычно из-за него у меня приходится перезагружать. В общем, там такая стена соли. Да блин. Получится вообще... Ну давай. Частливо. Частливо. Да, в общем, там с правой стороны за экраном, там есть небольшое пространство между стеной соли, которая работает как киллбокс, да, в который игрок попадает и умирает. Вот между этой стеной соли и стеной обычной есть небольшое пространство, в которое можно запрыгнуть и, собственно, вылезти наверх. И за счет этого получается скипнуть весь босс-файд. О, хотя... Немножко. Ну, как видите, у меня он не получается, из-за этого фактически... Я сейчас, возможно, сбил даже ПБ, потому что я довольно хорошо шел. Я его сделаю. Так. Ну, я, в принципе... О, наконец-то. Вот так должно быть. Я, в принципе, ожидал, что он у меня не получится. Ну. С первой, со второй попытки даже с десятой. Ну и переходим в ад. Вот тут начинается уже, в принципе, усложнение. Северю. Такое прям. Северный. Так. Северный. Попасть. Северный. Довольно долгий. Четыре-два, да. Это автоскроллер, поэтому там за дефолтного персонажа там особо не поскипаешь, поэтому его всегда пропускают. В игре, на самом деле, есть много разных персонажей, которые открывается за за собирание предметов на уровнях и 106 процентов активно не то что прям супер активно но периодически используют персонажей которые позволяют определенные уровни гораздо легче проходить но в категории не процент используется только ну и также для они процента используются всегда ну нужно удалять все файлы короче перед каждым рано чтобы игра начинался с начала не просто перепроходить уровне а именно чтобы они считались как непройденное порталы довольно простой уровень с порталами здесь как бы игра хочет чтобы мы проходили через портал мы можем просто на многих уровнях есть такие моменты если вы первый раз проходит они не совсем очевидны и когда вы уже проходите как бы заново и заново уровень то есть определенные продуманные вещи которые позволяют проходить уровне быстрее и это ну естественно активно используют зраня здесь мы как бы должны успеть и перепрыгнуть шар и здесь также спеть портал чтобы ну шар все равно засчитался но все равно и средний уровень здесь просто главное поймать тайминг и мансить вот этот вообще самый простой мы стоим на месте просто смотрим как только он моргнет просто прыгаем да и вот то место где на строк стоит на этом боссе это это то место куда босс вообще не бьет не падают они падают вот это вот горячими двое и да босс своими кулаками не падает просто ждем играет на клавиатуре хотя даже на как-то на геймпаде мне вообще не нравится которая мне кажется удобнее хотя даже сама играть комендуют играть на геймпаде где главное вступать в попали чтобы попасть в тайминг этой главе начинаются уже элементы рандома но они будут чуть-чуть попозже да в целом игра достаточно не рандомная то есть по крайней мере первые четыре мира в них абсолютно нет рандома и спокойно проходится и мелкие элементы начинают появляться только в пятом мире ну и собственно не только в пятом мире есть это будут небольшие копии мид боя которые они рандомно немножко могут прыгать и врезаться в игрока и босс этого мира ну вы увидите что он тоже рандомный ну так вот этот уровень здесь он довольно такой себе потому что вот этот ключ если мы его сейчас не поймаем поймали нам пришлось завершать уровень да боговый то прощение разработчики решили что будет классной шуткой сделать ключ который летит просто в пропасть и всего нужно с первого раза поймать или при запускать уровень это очень забавная шутка этот уровень вообще пропускается как но мне он больше нравится чем последний уровень где нужно держаться на вот этих вот магнитных штуках и вот они эти зомби бои называются то есть у них получается то как они на тебя реагируют странно считается то есть они могут на тени с реагировать вот как сейчас здесь например если они с реагируют то есть он может делать могу стоять можешь не странировать они примерно одинаково себя ведут когда вы перезапытаете уровень но каждый раз то есть каждый ран когда вы сюда доходите они себя чуть-чуть по-разному ведут это очень сильно бесит на самом деле здесь вот используется как раз автопрыжок здесь просто тайминг поймать почувствовать его в принципе легко проходится хотя топ 1 по-другому так с помощью здесь ну здесь мы пропускаем два ключа то есть нам нужно собрать два ключа чтобы открыть а здесь можем как бы залезть и довольно сложный скипост на самом деле я его просто через автопрыжок делаю так случился так здесь бы вот так пропускаем игру то есть а то есть как бы в тут немножко по-другому проходит еще 18 проходит за место там одного но я его не прохожу он мне очень сильно нравится так вот про этого босса он доме и получается эти червяки они могут выпрыгивать могут не выпрыгивать ну мне вот повезло то есть они выпрыгнули 4 цикла а могли бы 10-15 циклов мне даже такое однажды да в общем червяки у них там есть несколько атак и они могут просто фигню какую-то делать и самое быстро как они могут это три цикла выпрыгнуть то есть прям друг за другом они выпрыгивают и все ну то есть 1 он всегда выпрыгивает 2 2 3 они уже рандомно выпрыгивают и вот самое быстро это 3 цикла и самое долго это можно там наверно до бесконечности ловить ну типа ждать эти циклы но в какой-то момент они выпрыгивают да в среднем там 6 циклов получается то есть быстрее 6 циклов то все если больше да мне никогда не было цикла кстати из-за этого можно сказать рушатся многие веры из-за этого как ты уже говорил на прошлой ранее первым что ушли ну то есть как бы игра в целом она стабильная и хорошо бы ее вроде ранить а потом такой доходишь до вот этого босса на пятом уровне что ключевой такой момент в конце рана который зависит от рандома почти полностью так здесь можно было спрыгнуть опять же на тайминге до 64 это уровень прям прямиком завязаны на том как быстро вы вначале вы бежите начнете прыгать если вы делаете все быстро то у вас прям идеально вот попадает циклы а если вы начинаете тормозить и тупить становится плохо на этом много на самом деле уровне и в пятом мире и в шестом мире очень сильно так получилось то есть может не получится я мне пришлось бы тогда больше там проходить здесь я здесь как можно сделать ски пропустить ключ но он у меня вообще не получается его нет разу а ни ни разу не делал здесь надо как бы отпрыгнуть от стеночки поменять вот так направлено вот в этот раз не получился как задумано было на самом деле на этом уровне 65 на нем много всяких вариантов как быстрее проходить то есть там можно наверху например перепрыгнуть через кривы можно снизу сразу столкнуться удачно ну и самое главное можно вот последний его можно скипнуть полностью запрыгнуть на вот маленькую платформочку снизу здесь сейчас мы как бы находимся вот такой коробки из пил но из него можно выпрыгнуть получилось то есть мы выпрыгнулись коробки теперь мы просто проходим уровень там цевиться буквально секунды то есть и да этот скип он не стоит время но он сейвит нервы потому что за вами не бежит доктор фетуса или стреляют по вам и вы можете просто спокойно пройти уровень ждать в самом конце уровня это финальный босс мы почти уже завершим как бы это босс в два цикла делать то есть сначала мы как бы убиваем фетуса получается и потом списаем миссис пластырь получилось тоже довольно противный момент весь сам особенно в конце и вот тут ну и в конце этого уровня там еще один скип там подожревается что вы должны находить также как вы проходили первый раз то есть полный зигзаг делать но там самом конце можно выпрыгнуть так чтобы можно выпрыгнуть сразу триггер конца уровня и за счет этого сократить довольно неприятную финальную часть так 26 15 довольно неплохо кстати игра вылетела крашность nice хороший ран приличное время по моему быстрее мои пабашки я честно говоря не помню какая у меня пабашка я не заливал на спидранком но да это хороший ран спасибо восток спасибо всем пока удачи завершить марафон ну и спасибо всем пока